Видеоигры как средство снятия боли. Новый способ лечения детей практикуют в больнице Вашингтона. Суперсовременный комплекс начал прием пациентов в возрасте от 3 до 18. Детей и подростков лечат с помощью видеоприставок, общение с которыми для здоровых детей многие родители ограничивают. Как новые технологии помогают в оздоровительном процессе, выяснял Александр Панов. У детских видеоигр плохая репутация среди родителей, учителей и прессы. Но не здесь, в новом комплексе Национального детского госпиталя Вашингтона, где с помощью специальных видеопрограмм и видеоигр снимают детскую боль и лечат болезни от простых переломов до редких синдромов. Отвлеки от боли, измерь боль, вылечи боль. Девиз этой клиники. Видеопрограммы, специально разработанные компанией Интерфейс Медиагрупп для нужд детской терапии, позволяют в ходе обычной игры измерить показатели в 24 узловых точках человеческого тела. Кроме того, игра на компьютере эффективно заменяет упражнения в тренажер-зале. За игрой происходит психологическая разгрузка юных пациентов, которая позволяет получить более объективные данные о их состоянии, чем тесты в спортзале. Десятилетней Софии из Вирджинии здесь очень нравится. В прошлом году я сломала ногу, но сейчас все уже гораздо лучше. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Писателем и иллюстратором своих книг. От 25 до 46% детей и пациентов медицинских учреждений во всем мире испытывают постоянную боль на протяжении более чем трех месяцев. Вашингтонские врачи впервые стали использовать видеотерапию около трех лет назад и помогли уже пяти тысячам пациентов. Еще один объект комплекса – интерактивная койка, где специальные датчики снимают показатели деятельности сердечно-сосудистой системы, а музыка и свет предварительно расслабляют пациентов. С помощью этого прибора происходит своеобразная биозарядка больных детей. У 14-летней Деники, приехавшей сюда 8 месяцев тому назад из штата Делавер, очень редкая болезнь – комплексный региональный болевой синдром, сложное невротическое заболевание. После травмы руки она постоянно испытывает боль во всем теле, и ее мозг посылает соответствующие сигналы. Обычные средства диагностики не позволяют измерить степень боли, а с помощью видеотерапии и сенсорной койки и боль, и лекарства правильно дозированы. Мне здорово помогает это оборудование. Теперь я снова смогу ходить. Новый видеотерапевтический комплекс – это подарок стоимостью 150 миллионов долларов от правительства Объединенных Арабских Эмиратов детскому национальному госпиталю в Вашингтоне. В свою очередь, здешние врачи готовы проводить медицинские консультации и делиться опытом с коллегами во всем мире. Один из четырех родителей в США вынужден бросать работу или существенно сократить трудовую занятость из-за болезни детей. Правильный диагноз позволяет сэкономить время и стоимость лечения, эффективнее снимать боль. Теперь в комплексе заработал третий кабинет, позволяющий проводить телеконференции, оказывать консультации на расстоянии в любой точке планеты, где есть видеосвязь. Главное, что дети с помощью видеоигр попадают в привычный мир, где чувствуют себя расслабленно и безопасно. Мы отвлекаем их от боли, приворы проводят диагностику и следующие шаги реабилитации также проходят на фоне игры. Никто не заставляет и не принуждает детей что-то исполнять, а это очень важно не только для благоприятного эмоционального фона, но и для эффективности лечения. И последнее. Видеотерапия в этом госпитале стала составной частью процесса. Она покрывается медстраховкой. Лечение здесь могут позволить себе не только дети из обеспеченных семей, таких в Вашингтоне меньшинство. Здесь примут и без страховки, а лечить будут всех одинаково. Во всяком случае, так нам заявили врачи. Александр Панов, Дмитрий Шахов, Артевия, Вашингтон.